Валматы Оставаться в стране казахстанцы не намерены, поэтому и вышли выразить свой протест к российскому консульству и поддержать при этом украинцев. Эта эскалация, которая сегодня угрожает Украине и в частности народу, я считаю, что весь мир сегодня не остался в стороне. Меня удивляет позиция наших официальных властей, которые помимо, кроме того, вернее, вопреки тому, что весь прогрессивный мир, демократические страны уже выразили, веру и руководители официальных лиц, свое неприятие, отрицание вот такой политики Путина, почему-то наши власти молчат. О ситуации в Украине президент Казахстана Назарбаев помалкивает. Видимо, негоже елбасы перечить более сильному стороннику Путину. Однако излюбленный казахстанскими властями принцип «моя юрта с краю» на этот раз может и не прокатить. Ведь Россию и Казахстан тесно связывают договор о коллективной безопасности. Желание первой расколоть Украину может негативно отразиться на вотчине Назарбаева. Если сейчас мир, международная организация объявят торговые санкции в отношении России, мы, будучи в едином торговом союзе, экономическом союзе, как это на нас отразится? Поэтому мы должны перенести, отменить подписание о входе в Евразийский союз. Выйти из таможенного союза. Мы уже пятый год об этом говорим. Это невыгодно для нас. Национал-патриоты Казахстана уже не раз просили Россию не вмешиваться в дела суверенных республик. Несмотря на то, что единого и нерушимого союза уже давно нет и в помине, Российская Федерация по привычке относится к ближайшим соседям как к колониям. Активисты подозревают, что украинский сценарий может произойти и на казахской земле. Россия хочет восстановить власть Януковича, хочет забрать Крым и на этом основании хочет просто-напросто решить проблему присоединения аннексии новых территорий к Украине. Такую же аналогию в будущем ждет и Казахстан относительно северного Казахстана. Точно так же может какой-нибудь провокатор выйти и сказать, что меня обижают, меня здесь гнобят, поэтому прошу России, Лимонова, Жириновского вмешаться в ситуацию и такая ситуация может повториться и с нами. Впрочем, не только казахстанцы ратуют за то, чтобы оставить Украину в покое. Накануне в Москве у здания Министерства обороны несколько сотен активистов провели антивоенный митинг. Стоит отметить, что большинство из них потом оказались в полиции. Их акцию посчитали незаконной.